Приветствую всех на моём канале! Сегодня я хочу вам показать рецепт своего Наполеона. Для этого в одно яйцо я добавляю соль, уксус и холодную воду. У меня вода холодная со льдом. Всё вместе это взбалтываю и оставляю в сторонке. На рабочую поверхность высыпаю муку. Далее беру замороженное масло, обмакиваю вот так вот муку и матирую. Делать всё надо быстро, чтобы масло не растаяло. Лучше всего, если масло будет замороженное из морозилки. Кусочек я всё время поворачиваю. Обмакиваю муку и поворачиваю, чтобы оно не грелось от тепла моих рук. Если же у вас есть комбайн или измельчитель, можно это всё сделать без измельчителя. Но я хочу показать, как можно это сделать без помощи техники. Если же вы хотите использоваться техникой, тогда вам надо всё это масло порубить мелким кусочком. Вместе с мукой отправить в комбайн, чтобы они превратились в однородную крошку. Потом добавить жидкие продукты и замешивать до состояния однородного комка. Когда всё тесто соберётся, выключаю и накрываю плёнкой и отправляю в холодильник. Масло надо всё время пересыпать мукой. После того, как масло натерто, я его перемешиваю вот так с мукой хорошо. Делаю углубление и вливаю сюда жидкие ингредиенты. Потом собираю тесто. Мне надо добиться однородного комка. Я не буду вымешивать тесто, чтобы оно не грелось от рук, а только чтобы собралось всё вместе, всё в единой целой. Вливаю жидкость и собираю. Тесто собралось вот в такой комочек. Я накрываю его пищевой плёнкой и отправляю в холодильник на час-полтора, максимум два. Тесто простояло два часа в холодильнике. Отщипываю кусочек, который мне нужен по весу. Остальное прячу в холодильник. Раскатываю сразу на пергаментной бумаге. Стараюсь раскатывать как можно тоньше. Делать всё надо быстро, чтобы тесто не закрывалось и не таяло масло. Если начинает немножко прилипать, отправляю мукой и продолжаю раскатывать. Раскатываю. 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 Разъемным кольцом вырезаю нужную мне форму. Опрески ставлю рядом, они будут служить мне потом обсыплю. Накалываю вилкой, в духовку предварительно разогрела до 180 градусов и отправляю выпекаться в духовку. И так делаю с каждым куском теста. А теперь я приготовлю крем, крем у меня будет заварной. Сколько рецептов с такой хозяйкой, я хочу вам показать свой вариант. В молоко добавляю ванильный сахар и ставлю на огонь прогреваться, довожу практически до кипения, но не кипячу. Тем временем в миске соединяю яйца, сахар и крахмал. Сначала немножко разобью структуру яиц, потом мажу сахар. Молоко снимаю с огня. Наливаю немножко молока в яичную смесь и помешиваю. Еще немножко. Делаю это для того, чтобы яйца подружились с горячим молоком и не свернулся желток. Чтобы они не заварились преждевременно, они превратились в омлет. поднимаем понемножку температуру яиц. Все время активно помешиваем венчиком яичную смесь. После того, как яйца и молоко объединились, соединили в одну смесь, переливаем обратно в сотейник и отправляем на огонь уваривать. Включаю средний огонь и буду варивать смесь, все время помешивая для того, чтобы не пригорело. Уваривать крем мы будем до первых признаков кипения. Как только первые пузыри появятся, начнет смесь пыхтеть, скажем так, тогда крем готов. все время хорошо помешивать по дну, по всем уголкам, чтобы ничего не прилипло и не пригорело. Иначе у крема будет пригорелый вкус. Вот появляются первые пузыри. Я немножко приподнимаю с огня, вымешиваю хорошо, еще по дну прохожусь. Все, крем готов. Итак, что делаем дальше? Крем я перекладываю в холодную миску. Добавляю сливочное масло. Пока смесь еще горячей, масло надо хорошенько распустить, чтобы оно полностью растаяло и вымешать. После того, как сливочное масло растаяло, вы можете видеть, какой блеск появился у крема. Также консистенция стала нежнее. Теперь накрываю пищевой пленкой в контакт и убираю в холодильник до полного остывания. Вот такие коржи я испекла. Тем временем заготовка на крем тоже остыла. Сейчас буду взбивать сливки холодные жирностью 33% до твердых пик. Начинаю взбивать на маленькой скорости, постепенно повышаю до максимальной. Вот такой плотности сливки мне нужны. теперь сливки мне надо ввести в крем, в заготовку. Крем готов, теперь можно собирать торт. Собирать я буду в разъемном кольце. На дно ставлю немножко крема. Это маленький корж я испекла из остатков. Он пригодится мне на обсыпку. Сверху на корж крем разравниваю. Разравниваю его. Следующий корж. И так собираю до самого верха. После того, как я перемазала весь торт, сверху я накрываю пленкой. Ставлю ровный утяжелитель. В моем случае это разделочная доска. И отправляю в холодильник на ночь для стабилизации. Мой торт простояю ночь в холодильнике. Дальше снимаю пленку. Теперь буду украшать торт. Для этого коржи, которые я испекла отдельно, их надо измельчить в крошку. Я люблю, когда крошка более-менее равномерная, одинаковая. Для этого я воспользуюсь блендером. Коржи я хорошо подсушила, чтобы они были хрустящие. Какие красивые слои. Этой крошкой мы будем украшать наш торт. Измельчаю импульсами. Отлично. Предыдущий торт пришлось в экстренном режиме украсить и разрезать. И я не успела его снять. Потому я приготовила новый торт. Сейчас я покажу, как украшаю. И в конце мы его разрежем. Теперь буду посыпать его вот этой крошкой сверху. Равномерно распределяю по всей поверхности. И по бокам. А теперь хочу показать очень легкий и быстрый декор торта Наполеон. Вот эту крошку немножко вот так прижимаю самому торту, чтобы придать более ровную поверхность. У меня есть вот такой пластиковый трафарет. Прикладываю с краешку. Горьким какао присыпаю. И так можно сделать любой декор. Любой трафарет можно взять. А центр я украшу слайсами клубники. И вот такой нежный декор торта у меня получился. А дальше разрезаем. За счет большого количества вот такого бархатистого крема торт получается очень мягкий, нежный и невероятно вкусный. Вы обязательно должны приготовить этот торт и попробовать. Вы только посмотрите на этот разрез, на это большое количество нежного крема и аккуратные красивые слои слоеного теста, коржей. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч!